Продолжение следует... 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 И показывал, и вы сказали, ну, не формат, бывает. Ну, сейчас я внизу, так сказать, со своими книжками, вот. А пришел, чтобы, если у вас есть расстроение, рассказали бы о ваших. Я вижу, тут много мистики, эзотерики, а тут иудаисты, иудаика где-то, нет? Где вы видите мистику? А вот смотрите, какое лицо. Вот я прям по лицам смотрю. Это книга Хэллоттная и в Библии, которая... А кто нарисовал такой прекрасный портфель? Польский художник межвоенного периода, еврейский, у него целая серия карты. Вот глаза у него замораживают. Игральные карты и с еврейскими сюжетами. И чем-то напоминают ваши глаза. Возможно, да. Так вот эта книга царя... Традиции считают, что эта книга Экклезиаст, написанная царем Экклезиастом. Вот, вошедшая в канон, и которая читается в ближайшие вот дни, на праздник Сухот, на всех синагогах, будут читать эту книгу. Хорошо. Байзрата Шэм. Да. Дальше вот интересная, одна из последних книг. Ташкентский фронт. Еврейские беженцы в советском тылу. Это, может быть, первая книга, откровенно научная, рассказывающая о том, как бежали евреи на Восток. Сколько погибло, как их принимали, как принимали власти, как принимали бухарские евреи, как принимали просташкенадские евреи. И очень много интересного узнаешь из этой книги. И это действительно монография солидного канадского ученого. Бежали на Ближний Восток. И вот вы упомянули бухарских евреев, да? Они бежали не на Ближний, а на Среднюю Азию. Среднюю Азию. Казахстан, Пиргизстан, Узбекистан. И они бежали, конечно, их везли на Урал, Сибирь. Я отметил именно бухарских евреев, потому что это была самая первая община на территории Палестины и вообще в Азии. Я ошибаюсь? Мы сейчас про другое говорим. Нет, это не самые древние, конечно. Не самые древние? Нет, но мы сейчас говорим о другом, мы говорим о том, как бежали от немцев. Понятно, понятно. Тема понятна. Вот, так что вот такие вот книга Илья Викитов, двухтомник. Это лучше написано на еврике давно. До сих пор она лучшая книга о еврейских праздниках. Прямо помесячно. Какой праздник, как справляется, что читается, причины, поводы, легенды, притчи, рассказы о том, как... И очень красивая обложка. Просто она завораживает тоже. Обложка, все какое-то чисто внешне мистическое завораживающее, да? Ну, плачь, наверное. Много вложено души вот в эти книги, насколько я понимаю. Это моя дочь, плохо читать. Здрасте. Здрасте. Вы откуда к нам? Мы... Или вы местные? Мы не местные. У нас интернет-магазин, у нас Zoom Store. Да. Давно открылись. Откуда вы приехали? Изначально в смысле? Да, изначально. Из России? Из России. Я тоже из России. Я в Москве родился. Да. Мне тоже из Москвы. Вы тоже из Москвы. Честно говоря, с мамой. С мамой. Очень хорошо. Здоровья маме. Хорошо. А вы можете под настроение, если у вас есть, рассказать о ваших книжках? Да, обязательно. Я для своего YouTube-канала снимаю. И если захотите, я пришлю вам ссылку. И... Александр Айзенберг, это я. Очень приятно. Я здесь живу с 92-го года и иногда снимаю для своего... В Иерусалиме. В Иерусалиме, да. Живу работаю. Я не знаю. Значит, книжки. В этой части детские, в этой части подростковые. Вот совсем недавно получили такие потрясающие совершенно от издательства Voice Book. Очень красивые иллюстрации художников. Там сзади на книжках есть такой бар-код, точнее QR-код, по которому можно... Куда он на сайт выводит, да? В Иерусалиме. Он выводит на сайт, и там искусствовед Куршевского музея... Рассказывает про этого художника и про его манеру письма на уровне таком детском. И ребенку сразу понятно, чем шагал, отличается от Ван Гога или от ребенка. Ага, это вообще непросто отличить. Это непросто, да. Очень хороший воспитательный момент для детей. Особенно ребенок, он до 6 лет, насколько я чувствую, он похож на такого пророка, на потустороннее существо, которое пришло нас чему-то научить. А вот после 6 лет нужно воспитание, образование, чтобы объяснить ему, в каком мире мы находимся и для чего мы здесь живем. Вот для этого, наверное, это ваши книжки для детей, которые помогут ему сделать этот переход более увлекательным и со счастливой улыбкой на лице. Замечательное рассказание. Спасибо. Спасибо. Можете записать, зайти на мой видеоканал Александр Айзенберг. Я снимаю для своего видеоканала. Да. Лично для своего, а не для кого-то. Это YouTube. Я сам. YouTube, да. Александр Айзенберг. Подписываться в аренду. Пожалуйста, подпишивайтесь, смотрите. Там в основном мелодикламации стихов под музыку и песни на мои стихи. А если захотите купить мои книжки, меня посадили внизу. Можете прийти купить. Обязательно. Три книжки у меня. Хельда, Просветление и Фортепиано и Сборник. Страшный Стас. И никого нет. Хорошо. Здравствуйте. Можете рассказать под настроение о ваших книжках? Вот, например, самое то, что бросается с глаза, зачем люди танцуют? Вообще, это очень глубокий философский вопрос. Зачем люди танцуют? Он идет буквально из каменного века. Безусловно. Когда люди перед охотой танцевали и создавали определенное поле, из-за которого возникает удача в охоте и так далее. А после охоты они с удовольствием тоже танцевали и тоже рассказывали о том, что произошло через танец. Я правильно понимаю? А что вы можете добавить? Да, я могу добавить. Во-первых, я представлюсь. Меня зовут Полина. Я совладелец книжного магазина «Бабель Хайфа», который находится в Хайфе. Меня зовут Александр Айзенберг. Очень приятно. Я снимаю для своего ютуб-канала тоже Александр Айзенберг. Я поэт. Это очень замечательно. Зачем люди танцуют? Автор Ирины Сироткина. Вообще, тот, кто следит за исследованиями танца, знает книги у Ирины Сироткиной «Шестое чувство авангарда», которая посвящена была исследованию авангардных танцев. То есть и Эсидора Дункан, и вообще вот этот ренессанс в Европе танцевальных практик, которые несли в себе какие-то авангардные идеи. Она была издана издательством Европейского университета, а потом права на нее купила Бумсбург. К примеру, «Грамм». Он вышел из классики. Взяли классику и сделали «Грамм». Это авангардный «Грамм» по отношению к классическому балету? А здесь эта книжка ориентирована, конечно, на детей. И здесь говорится о конкретной какой-то механике танца, о разных практиках, балета, не только балета. Очень нарядно оформленная книжка. Маски, театр, я вижу, Древняя Греция, Древний Рим. Да, конкретно о разных постановках речь идет. И я вижу образы какие-то вот чисто эмоционально, какие-то очень еврейские, потому что я вижу похожие вот такие крупные, грубые формы. Я вижу здесь, в Иерусалиме, например, практически все памятники там вот такие вот, так выглядят. Вот здесь вот через дорогу, на Паамону, видите, такие крупные формы тоже. Общий характер. На самом деле, лиг о танцах очень мало. Эта тема, как-то редко попадает в исследовательский фокус. А танцев для детей практически вообще нет. Поэтому от души всем советую. Практически нет. И тут у нас есть история танца для детей. Ирина Сироткина, Мария Титова. Очень интересно. Хорошо. Так, вот тут Толстой. Толстой, это вообще все его... Ах, какая красивая картина. Короче, в некоторые из этих книг вложено много души. Просто завораживает. Спасибо. Мартын и Барсик. Ну, это для самых важных. Два кота, красота. Это стихи для детей, да? Мартын и Барсик. Да. Да, здесь у нас стихи, здесь... А вам нравится Мартын и Барсик? Или вам другие книги нравятся? Ну, все-таки у меня больше уже... Больше, уже побольше книги. Раз пути, если хотите, под настроением можете рассказать о ваших книжках. Я снимаю для своего личного YouTube-канала. Меня зовут Александр Айзенберг. И канал так и называется, Александр Айзенберг. Я поэт, автор и песен, и стихов. Здравствуйте, Александр Айзенберг. Здравствуйте. Я с удовольствием расскажу вам эту книгу издательства «Миф». Который... Издательство? «Миф» Мадова, нофу Кербер. Которая славится «Нонфиком» в основном. Но в детской редакции сейчас, кроме «Нонфика», делаются еще чудесные книжки для подростков и детей. И так, как все. Вообще, для любых детей. Вообще, подростковый возраст очень проблемный, когда и уже гормоны начинают шалить чуть-чуть, где-то 14 лет, да, с 11, 14, 18. Сейчас уже начинается раньше, и надо как-то детям поднять энергию, чтобы книга помогла им в этом, да? Мне кажется, важно детям понимать, что они со своими проблемами не одни. Не одни. О, это интересная идея. У других тоже такое, что-то такое было. Есть с кем поговорить, вот с книгами, например, с какими-то. Если человек чувствует одиночество из-за невозможности реализовать свои какие-то стремления, один совсем. Ему в этом помогает, вероятно, книга. Ну, смотрите, об этом можно говорить прямо. Да. «Вот ты почувствовал одиночество, делай раз, делай два». То есть это тоже работает на некоторых людей. Ну, можно как бы об этом говорить иносказательно в художественном произведении. То есть когда ты читаешь какое-то художественное произведение, оно тебя зацепляет. Конечно. И там герои проходят через какие-то события. Это иногда дает даже больше, чем делай раз, делай два. Потому что ты с этим как бы живешь и переживаешь. Здесь чудесные книжки. Сочувствуешь герою, да? Когда включается сочувствие, сердце раскрывается, и человек как-то легче становится. Даже если он совсем одинокий, он когда думает не о себе, а о другом, становится легче, наверное, да? Конечно. А есть прям практические, например, вот книжка для подростков, как распознать насилие про Мьюз. Ну, потому что мы очень склонны, на самом деле, когда что-то происходит не так. Особенно для России это актуально. Себя в этом как бы винить во всем. Или будет другая книжка про границу. О том, как надо договариваться, о том, как это важно. Так это у меня, знаете, у меня парковка вуза не была. Хорошо, удачи вам. Спасибо вам, удачи. Здравствуйте, комикс. Здравствуйте, да. Так у вас комиксы. Комиксы и графические романы. Комиксы это больше, насколько я знаю, свойственно американцам. Да, они очень любят комиксы. Но мы пытаемся себе привнести все-все-все оттуда, включая и комиксы, да? Ну, сейчас это совершенно не только американская история. И, честно говоря, у нас американских комиксов, минимум. Потому что это, кстати, то, о чем мы говорим, это не вот эти комиксы, которые все знают, просто герои. А это графические романы, это серьезные книги. А кто их придумал? Вас придумал кто-то? Авторы есть, которые этим занимаются, графическими романами. Есть очень много авторов. Я вижу много новинок, потому что все на русском языке. И все очень, как бы, это хат-шут, обновление в комиксах, да? Да-да-да, это очень популярный сейчас жанр. Потому что есть вот тут, например, вот у меня по правой руке комиксы для детей. Настоящие истории про приключения, про любовь. «Ветер в песках». Интересно. «Ветер в песках» — это продолжение. Как унесенный ветром. Нет, это как «Ветер в вывах», если вы знаете такую книжку. «Ветер в вывах» Кэттен Томпсон — это очень известная книжка. Такая классика детской литературы. А это продолжение, но осмысленное в качестве графического романа. Если вы просто посмотрите на уровень иллюстрации, на уровень повествования, да, то есть это настоящее произведение искусства. Оно не уступает, не уступает в какой-то высоте книги, да. Это просто... В него так сильно включен визуальный ряд, что оно предполагает совсем другое восприятие, да. То есть вы как бы парамельно воспринимаете как бы глазами и читаете. Духи летают в небе, да? Да, да, летают. Это такое путешествие на восток героев Кэн-Грэ. Может, это детские сны какие-то или сны самого автора? Ну, можно сказать. И вообще здесь много духов у вас в книге живут? Ну, я думаю, что в любой детской литературе вообще очень... И во всей литературе очень много заключено снов авторов и разных духов и так далее. Это вообще как бы, мне кажется, основа литературы, да что? Основа литературы. Просто мистическая книга у вас, если я не ошибаюсь. Ну, ну, для детей. В каком-то смысле. Можно интерпретировать и так. Возможно, она готовит более серьезные мистики и фантастики. Но литература вообще из обряда выросла. Вся. Поэтому. Что... Конечно. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. А что это такое? С роду нет. Нет, это не дело, в том, 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 в том... А кто такой Аячо, не подскажете? Аячо, это Аячо. А, и все. Да, за чем мы. И вот сами догадайтесь. Ну, хорошо. Покупайте книжку Аяячо и догадаетесь, кто он такой. Вот я вижу слона и... Аяячо. Я этим... Аяячо. Да. Вот это вон ее. Чемпионатка. Поездка в Хиву тоже интересна. Я душу была. Вот обыск, это всем знакомо. Снег и лошадка. Красота. Если хотите, можете рассказать о ваших книжках под настроением. Когда будет у вас возможности, желания. Я тебе скажу. Господин фотокорреспондент, а у вас можно спросить что-нибудь? Спросить можно, только по фотографии. По поводу фото. Я... Они все у меня вот у нее в компьютере. Хорошо? Хорошо. Так, так. Это не потому, что я не платил, но как бы это... Хорошо. Спасибо вам, кстати, за фотографии, за ваши. Или там для себя тоже. Я вечером как-то и... Очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Я так. Я очень рада. Деручки, подготовлены. А есть сильно? Да, вы пальчиком. Да. Мы находимся в доме Решет Биггель. Это третий этаж. А мои книги продаются на втором этаже? Или первом? Первом. Нет, втором. Сейчас посмотрим. О, всем привет. Знаешь, все вы можете... А я тут для своего канала снимаю. Александр Айзенберг. У вас нужен красивый костюм. Спасибо огромное. Поэтому хочется перевернуть камеру и снимать вас. Это одежда системы Будды. Все последователи системы Будды, там есть масса школ разных, одевают такую одежду на праздники. Вот. Нельзя сказать, что это китайская одежда или какая-то там одежда. Это просто одежда всех, кто практикует по системе Будды. А система где-нибудь раздобыть такой атласный костюм? А я практикую фалунь-дафа. Все бесплатно. Можете посмотреть в интернете и сами обучиться. Спасибо. Фалунь-дафа. А пока я смотрю ваши тут произведения искусства. Вот какие красивые детки у нас здесь. И это все вы разрисовали, да, детки? Я вижу, в Израиле очень любят вот это вот для детей. Вы уже, наверное, давно в Израиле, судя по вот этим рисункам. Нет, но тогда вы просто угадали, что любят в Израиле. В Израиле дети любят именно вот так вот разрисовывать лица. А если не разрисовывать, то они на пурим просто маски надевают. Вы же взрослые любят на пурим? Не поверите. А вы художник или косметикой занимаетесь? Я художник-декоратор и художник как-то гример, а косметика, бизаж. Я надеюсь, меня очень понравилось. Бизаж. Очень красивые портретки детишек. Мне очень понравилось. Заходите на мой канал Александр Айзенберг. Я постараюсь. Я снимаю только для своего канала. Хорошо. Здравствуйте, Мария, еще раз. Я вам не помешал. Хотел вам пару вопросов задать. Нет. Хорошо. Удачи. Ну, а вот теперь спускаемся туда, где я продаю свои книжки. Ну, я так понимаю, что это первый этаж. О, еще интересное место. Смотрите, какое интересное место здесь у вас. Прямо за портретом Бегина, который показывает Ви. Да, Ви – это победа. Правильно? Ви. Потому что вы не спустите. Значит, у вас будет самая удачная история. Договорим все. Нет, я сбейте. Там Минахин Бегин вам говорит. Здесь игры, я вижу, да? И детские книжки. Давай, покажем. Давай, покажем. Игры компьютерные. Да? Игры настольные. Да. И вы сами выглядите как фея из тех игр настольных. Возможно. Очень интересные. А можете рассказать про ваши игры, про книжки и про все вот это? Прямо сейчас? Да, ну, как хотите. Под настроение. Знаете, я вот там вот сижу, там продаю свои книжки, а снимаю я для своего собственного видеоканала, называется Александр Айзенберг. Александр Айзенберг – это я. Я поэт, автор вон тех книжек. Мы к вам придем в гости. Приходите, договорились. Удачи вам. Спасибо. Я уверен, вам подойдет одна из этих брошек. По цвету волос и по цвету глаз очень подойдет. Особенно может быть зеленый. Я просто не очень понимаю в этом. А, вон сережки хорошие, вот мне понравились. Приходите мою книжку посмотреть. У меня там три книжки продаются. О, здравствуйте. Я снимаю для своего канала Александр Айзенберг. Я сам Александр Айзенберг. И спрашиваю людей, чтобы они рассказывали о своих поднастроении, конечно. О том, что они продают здесь. Я вижу здесь не книжки, есть чаи. И, насколько я знаю, чаи, они очень имеют большое значение. Особенно в Китае. И сейчас по интернету продают много чаев. Например, если печень там увеличена, болит или что. Рекомендуют чай, заказывают чай по интернету, приходят чай, люди пьют чай. И все происходит, как в рекламе моментально. Животик уменьшается, печень излечивается. И все прекрасно у человека становится. Такой ли эффект у ваших изделий? Или нужно лечиться постепенно? И постепенно придет нужный эффект. Правильно я понимаю? Я же не доктор. А? Я не доктор. Конечно, я тоже не доктор. Но я просто говорю по своему личному опыту. Травами, когда лечишься, это нужно очень много времени. Правильно? Но эффект обязательно будет. Я не ошибаюсь. Вопрос в том, какой? Если правильно лечиться, эффект будет хороший. Если неправильно, то никакой. А ущерба не будет. Правильно? Почему будет? Если вы возьмете какие-нибудь травы, которые отмечают, скажем, делают слабительный эффект, а вам нужен обратный эффект? Примерно. То ущерб может быть. Если у вас повышенные кислотности, вы бьете карканель литрами, то тоже, наверное, будет не очень хорошо. Если вам нельзя кофеином, вы бьете чай литрами крепкий, то тоже будет не фонтан. Говорят, что кофе яд вообще. Это правильно? Любая еда, чай, как любая вещь, отмечают. Чай, кофе это яд, нет? Нет. Не спешно. Кофе. Я просто ничего не понимаю. Я вам не успела закончить отвечать. Да, да, окей. Ну так вот, чай, как любая еда, нужно знать, что с ним делать. Нужно по себе проверять. Когда вы видите новый продукт или непривычный продукт, то просто попробуйте маленький кусочек, а не сразу съедайте. Все для меня новое здесь, я ничего не знаю. Надо пробовать, смотреть, как он работал на организм. Ага, окей. У людей все по-разному. Значит, основное это пробовать на себе и потихонечку выбирать для себя подходящие продукты. Ну да. Как и с любой съедобной вещью. Как и с любой съедобной вещью. Отлично. Спасибо вам большое. Как только здравствуйте. Здравствуйте. Я как раз вот сижу на этой половине. Меня зовут Александр Айзенберг. Я поэт. Пишу стихи и песни. И стихи и песни о любви тоже. Я вам дам, конечно, вы посмотрите все это, а я ваши посмотрю. Но мне хотелось бы, чтобы вы рассказали о ваших книжках. Вот это детские книжки, да? А вы художник или автор, или просто волонтер? Волонтер. Ну, можете что-то рассказать под настроение про книжки эти или нет? Нет, если. Того, кто знает, да? Кто лучше всего об этом рассказывает. А? Можно подождать того, кто лучше всего про это рассказывает. Окей, хорошо. Ну, я здесь вижу интересные книжки. Сказки, картинки, очень интересные. Как будто из детских снов, да? Тебе снились такие сны? Ну, вот такой, наверное. Такой сон. Улитка тебе снилась? Ну, нет, всякая глиберда. Все, вот это снилось? Смотри. Вот здесь вот есть улитка, осьминог, зикит, как-то по-русски. Хамелеон, да? И просто рыба. Да, у меня у самого есть аквариум. И цыпленок. И все они выходят из облака. И, ну, роза – это красота, это вообще символ. А это мухоморы. Вот, интересно. Они висели мухоморы? Кто-то говорит, что вообще мухоморы полезные. Ну, наверное, только наркоманы говорят. Для лосей полезные. Для лосей. Ага, для кого? Для лосей. Для лосей. Для лосей. А, очень правильно. Я слышал про лосей. Да, им действительно полезно. А для людей, наверное, делают лекарства из мухоморов? Как ты думаешь? Ну, я не знаю. Я тоже вот не знаю. Ну, ладно, будем интересоваться. Вот. Библейские сказки, истории. Вот, интересно. Спасибо. Хотите что-то рассказать под настроение? Игум. Да, дай, тук, 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 тук. О, было много рекламы про Игум. Я где-то по телевизору. Я ее и делала. Можно сейчас я себя приведу в порядок? Да, да, да. Вы и без того феерическая. Спасибо. Окей, палка до конца. Он в барьёте реакции. Теперь нужно только рекомендовать его ноги. Так. Котик и Игум. Вот котик это вообще самое милое существо, которое я знаю. Я вам хочу рассказать про котиков. Пока вы скучаете, пока у вас нет настроения что-то рассказывать, я вам сам расскажу. Знаете, такое созвездие, созвездие льва, да? И в созвездии льва живут паскаты. Паскаты это и есть гуманоиды семейства кошачьих. Они выглядят как львы, у них человеческое тело, а голова как у льва. И они давным-давно жили, было несколько миллиардов лет назад, и в какой-то плохой очень день у них произошёл прорыв пространства, и там у них ворвались низкие вибрации. И начали их планеты и миры разрушаться. И тогда они телепортировались к нам на Землю, чтобы Землю захватить. У Земли тоже начали вибрации понижаться, и это у них среда подходящая для них, потому что они больше животных. И они начали захватывать. Но у нас здесь жили маги, которые полностью имели человеческий облик, и они этих товарищей стали превращать в безопасные формы. То есть в животных, которые сейчас здесь бегают. Это кошки, львы, леопарды и так далее, и так далее. И вот они сейчас бегают в безопасных формах и в зоопарках сидят. Более того, мы их любим. Мы и кошек любим, и леопардов любим. И они нас любят, и у них сейчас не такой большой разум, чтобы понять все это. Мы их понимаем больше, и они наши братья меньше. Какое у вас впечатление от этого рассказа? Чудесно. Отлично. Очень-очень. Я вот снимаю чисто для своего видеоканала Александр Айзенберг. Я поэт, пишу стихи и песни. Стихи и песни о любви. Мистические стихи пишу. Мелодикламации делаю. Заходите на мой видеоканал. Тоже называется Александр Айзенберг. А если будет настроение, купите вот здесь вот мою книжку. Книжка называется «Хельда». Книжка про светление и фортепианный сборник «Планета любви». Песен на мои стихи, на русском и на иврите. Вот. Приглашаю вас. И вам тоже удачи. Очень такие картиночки. Спасибо большое. Просто из детских снов. Художники абсолютно профессиональные, с моей точки зрения. И тот, кто купит, не пожалеет. Спасибо. Ну вот и все. Давайте. Значит, я вижу Игум. Игум. Про Игум знаете, кто рекламировал Игум? Масяня. Вы знаете Масяня? Да, это учебный центр по всей стране. Вы Куваева знаете? Ну, Куваев это и есть Масяня. Он сам. Вам нравится Масяня? Вот мне очень нравится. Мило, мило. Ну, я немножко сейчас в политику зашла, но это где-то справедливо, по-моему. Как вы думаете? Масяня. Есть так мягко говорить. В общем, Масяня права, короче. Я очень люблю Масяню. Это было давно, да. Сейчас мы сами себя рекламируем. У нас учебные центры по всей стране и три центра в Урсаливе. Так что, те, кто хочет сохранить этот язык, учить математику, шахматы, логику, учить йогу. Как интересные вещи развиваться и быть среди планеты всей, это все к нам. Я тоже занимаюсь по системе ЦИГУ. Называется Фалундафа. Можете бесплатно в интернете посмотреть и по видео научиться. Эта система основана на принципе, на характера Вселенной. Вселенной есть тело, которое мы изучаем, с помощью науки, конечно, и характер. А характер состоит из трех основных свойств. Истина, милосердие, терпение. И вот сливаясь со свойством Вселенной, решая свои противоречия, включая этого свойства, человек приходит к истоку своей души. Вот так вкратце. Все. Я что-то вас загрузил, извините. Это подозрение умов. Так а как вас зовут? Я зовут Инна Клейма. И чем вы занимаетесь в ГУМ? Там приходят дети от трех до 12 лет, учиться на русском языке? А лично вот вы занимаетесь чисто рекламой или чем-то еще? Нет, я чисто директор. Вы директор школ и ГУМ в Иерусалиме. Отлично. Всего доброго. Я сейчас взял интервью для своего канала у самого директора ИГУ. Представляете? Да, да, да. Какая удача. Вот кто хочет увидеть директора ИГУ, смотрите видео Александра Айзенберга. Я лучше женщины, мудрее, не видел вообще никогда. Спасибо на добром слове. Удачи. 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 Конечно. Так. Больше никому не пристаю. Ни с кем не разговариваю. Пристаю к самому себе. Вот это мои книги. Первая книга называется «Планета любви». Она двуязычная. Песни на русском и перевод на еврей. Это книга Хельда. Я всем объясняю, что написано на обложке, и этой книге тоже объясню. Это книга о любви и расставании в Иерусалиме, написанная как мой личный опыт в поэтической форме. На обложке вы видите, как девушка отпускает лебедя своей любви, и у нее теплые тона, и она чувствует себя хорошо. А парень еще страдает, еще держит лебедя своей любви, и у него холодные тона, а он страдает, чувствует себя плохо. А внизу лотос, как символ самосовершенствования. То есть можно совершенствоваться как в горе, так и в радости. Вот такой смысл всей книги, которая является отчасти и моим опытом самосовершенствования по системе Фалун-Дафа. О которой как раз следующая книга, которая называется «Просветление». Здесь на обложке три символа. Джейн Шань Джейн – «Истинная доброта» от пения по-китайски. Это первое издание этой книги, Александр Розенберг, «Просветление», в центре автор. И внизу тоже книга про «Просветление». Это второе издание, которое было издано в Польше. Интернет сейчас все позволяет. Вот, всего три книги я здесь представил на фестивале. И напоследок хочу прочитать вот то, что написано здесь для читателей. Что же такое книга Хельда? Эта книга стихов посвящена мечте автора, которая сбылась. Что это была за мечта? Это была мечта о любви. Я полюбил обыкновенную женщину, с которой прожил всего один год, но для меня она оказалась тем, что я искал всю свою жизнь. С ней я испытал все, о чем только может мечтать мужчина. Как говорится, от добра добра не ищут. Но я захотел жить с ней и наслаждаться своим счастьем до конца моих дней. Судьба распорядилась иначе. Найдя тихую пристань, получив все, что я хотел, я потерял свое счастье. Эта книга не о том, что делать и кто виноват. Эта книга – бесконечное романтическое стремление к настоящей искренней и глубокой любви. Какая она одному Богу известна, и только поэтическое вдохновение способно передать неуловимые грани этого прекрасного чувства, этого счастья, этой радости, которых я ждал всю свою жизнь. Не сидите строго, мои стихи о любви, пусть они сделают вас чище и прекраснее, пусть они подарят вам надежду, что счастье достижимо, если ты искренне стремишься к нему. Вот это про книгу Хельда. А про книгу «Планета любви» просто фортепианный сборник. И здесь наши покупатели, читатели прочитают Римма Юндельсон и Александр Айзенберг, представляют свою книгу «Планета любви». В первую часть книги вошли 15 лирических песен, фортепианных зарисовок Римма Юндельсон на слова Александра Айзенберга. Вторую часть составляют фортепианные миниатюры Римма Юндельсон, музыкальные картинки впечатлений. И третья часть – песни Римма Юндельсон с фортепианным сопровождением на слова Александра Айзенберга на русском языке и в переводе на иврит. В поэтическом переводе на иврит отмечу, что перевод на иврит сделал прекрасный переводчик Антон Паперный. Издана была книжка «В Израиле и в Иерусалиме» в 2016 году. Ну вот и все. Длинное было видео, но мне понравилось. Иерусалима. Спасибо.